Быть принцессой в реальной жизни вполне возможно, если вы участница проекта «Краса Южного Урала». Темой финального шоу стал культовый мультфильм «Анастасия» со всеми его сказочными мелодиями. Это проект как о внешней, так и о внутренней красоте. Самое главное, чтобы, как говорится, душа у южноуральской красавицы была прекрасной, нежной, чистой, душистой. И самое главное, чтобы эта душа была наполнена любовью. Этот проект для девчонок, которые хотят себе показать, хотят найти что-то новое, приобрести какой-то новый опыт для себя. Проект «Краса Южного Урала». Он рассчитан на то, чтобы каждая девушка могла себя раскрыть, узнать что-то новое о себе, какие-то новые творческие моменты. Этот конкурс также дает возможность девочкам раскрыть себя в целях благотворительности. Это тоже немаловажно. Как каждая девушка достойна быть на этом проекте. В жюри были приглашены финалисты других проектов. Ведь они, как никто другой, знают, по каким критериям оценивать участниц. Знаете, мне кажется, что все участницы хороши на самом деле. И в каждой есть тоже какая-то изюминка. Это очень сильно проявляется. То есть, как они улыбаются, как они смотрят на зрителей, на жюри. Всегда сложно оценивать участниц, потому что они все стараются, они всегда показывают на 100% то, как они красивые, замечательные. В первую очередь оцениваются всегда по горячим глазам, по красивой, яркой, улыбке открытой. Ну и, в принципе, открытости, артистичности. Проект «Краса Южного Урала» уже не первый сезон завоевал уже популярность и сердца многих девушек в нашем городе, потому что он позволяет каждой из них раскрыть свою внутреннюю красоту. Участницы проекта долго шли к финальному выступлению, посетив немало мастер-классов и воркшопов. Для некоторых процесс подготовки значил даже больше, чем результат. Я очень активный человек, и когда увидела этот проект, я не могла его пропустить. Я хотела попробовать себя, попробовать ощущения. Для меня главное – участие, а не победа. Я очень давно хотела принять участие в этом проекте, потому что я смотрела видео с прошлых сезонов, и эмоции участниц – это незабываемые, мне кажется, такие впечатления, которые на всю жизнь запомнятся. Проект дал мне много эмоций, опыт большой. Я открыла для себя новую вещь, что я могу быть неплохой актрисой. Для меня это раньше было чуждо. Танцы, дефиле – это было все для меня очень новое, интересное. Я приняла участие для того, чтобы раскрыться, показать себя. Я надеюсь, сегодня победите, и каждой желаю удачи и успеха. Победительница седьмого сезона проекта «Краса Южного Урала». Как вы думаете, кто? Илья Саморогова! Вторая победительница проекта «Краса Южного Урала». Седьмой сезон. В проекте был интересен сам процесс, побывать в роли принцессы. С детства мечтает каждая девушка. Сам проект – это действительно удивительная сказка, в которую надо побывать, почувствовать, ощутить все эти самые эмоции. В мире цифровых технологий и высоких скоростей желание девушки верить в сказку никуда не исчезает, а погружение в новые эмоции дарит фабрика проектов. Кстати, регистрация на новый сезон уже открыта. Субтитры создавал DimaTorzok